привет очень необычное снимаю видео обычное принципе видео просто необычная локация как слышите и как видите вокруг меня море я стою в таком типа кармашки из камней я стою вот волосы у меня не грязные не просто мокроватые рассказывая парфюме которым как оказывается я обещала я просто наверно забыла извиняюсь одна из моих подписчиц карера привет я обещала ей сделать видео и вот делаю я выписала ноты впрочем как обычно и после того как выписала решила посмотреть что люди думают об этом аромате и мне хватило нескольких первых четырех отзывов и я просто поняла что мое мнение об этом аромате она совершенно другое абсолютно другое поэтому я буду сейчас с вами им делиться и если вам не нравится если вы слышите шум он вам не нравится у вас отвлекает или вы захотите чтобы я это видео пересняла напишите мне пожалуйста я тогда его пересниму мне просто захотелось его снять здесь потому что во первых интересное такое место во вторых мы в хорватии на острове пак во вторых я уже и обещала 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 и в общем кинула аромат в сумку решила снять его именно на отдыхе к сожалению в каких-то более интересных условиях снять у меня не получилось потому что был все время дождь и как-то было темновато я смотрю в ту сторону потому что как раз плывут наши телепузики закончили свои упражнения и так о каком аромате я буду рассказывать я буду рассказывать на рам об аромате versace crystal noir вот у меня вот такой вот маленький аромат 5 миллилитров у меня туалетная вода почему на меня такой маленький почему у меня нет полностью полноценного аромата дело в том что у меня пробников этого аромата миниатюрок этого аромата было очень много наверное бы вполне хватило на 50 миллилитровую бутылку потому что ну вот этот аромат который вот знаете он нравится но у тебя вот его нет и я его обязательно хочу себе купить но просто то там то всем дадут пробник поэтому они у тебя как бы появляются эти пробники и что же их не буду использовать конечно буду в общем это вот но я обязательно хочу купить себе полноценный аромат начнем как обычно с нот насчет нот я когда начала переписывать ноты с фрагрантики я увидела что там ну что-то мне не понравилось в начальных нотах я как-то тот это аромат или не тот это аромат я потом пошла на официальный сайт versace на официальном сайте versace по моему там эти все ноты на на итальянском я их перевела и я вам сейчас читаю первым первым делом ноты versace на официальном сайте 2 2 будет с нотами фрагрантики и так versace черная смородина черная фига фиалка тубероза франджипани жасмин сандал кашмиран ваниль гелиотроп это то что я писала с официального сайта марки если вы слышите вот вот эти все это вот приплыли они сюда и то что я списала с сайта фрагрантики имби кардамон перец апельсиновый цвет пион горденья кокос сандал мускус и амбра то есть как видите это совершенно два разных аромата просто диаметрально противоположных особенно что касается открытия начальных нот аромата я по крайней мере мой нос и мои ощущения говорят что верить нужно versace поэтому я тоже думаю что именно эти ноты верные кстати они уже что-то вылезли в общем я думаю что эти ноты самые верные эти эти ноты самые самые для меня правильные насчет того что было написано на фрагрантики было написано что этот аромат какой-то мужской что он очень какой-то навязчивый и что он очень какой-то яркий что он очень такой прямо кому-то он не понравился потому что он там кокос как кокос пластмассовый я слышу очень вкусный очень сладкий кокос франжи пани вот такой вот знаете букет тропических цветов с кокосом мне это очень нравится мне уже нравится аромат ужасно он меня причем он у меня идет и как летом утром и вечером так и зимой преимущественно вечером нужно сказать потому что для меня ну вообще я люблю аромат кокоса люблю аромат франжи пани вообще вот эти вот яркие сладкие ароматы которые прямо удушают я их обожаю поэтому для меня это вот аромат паспарту для меня этот аромат никакой он не плохой никакой он там не мужской никакой там не стромный это классный летний яркий аромат сладкий аромат он однозначно очень интересный я бы не сказала что у него есть какая-то четкая граница там возрастная именно из-за того что здесь есть цветы яркие тропические цветы кокос это вот сладость которая прямо вас захватывает мне кажется что он будет уместен и для тех кому 20 лет для тех кому 80 лет самое главное чтобы вам эти ноты нравились потому что вот он у меня сейчас нанесен вот кстати фигу я почему-то здесь очень-очень и слабо чувствую но очень слабо мне бы ее хотелось немножко поярче чтобы она была поярче но я понимаю что фига в принципе что фига в принципе очень не надо на меня смотреть что фига очень сама по себе яркая по крайней мере нам на мой вкус поэтому сделать очень яркую фигу и очень яркий кокос это значит сделать аромат который будет ну прям слишком через чур какой-то фруктовый хотя может и нет кстати интересная идея поэтому я не знаю вот фиги может быть мне хотелось бы побольше здесь вот именно вот этой вот зелености как у аква депарма у фига диамальфи опять то что касается этих вот бело цветочных тропических нот они мне тут абсолютно нравится никакой мужественности я здесь не слышу насчет того что есть какие-то 2 варианта если есть вариант аромата старый есть вариант аромата новый я думаю что вот этот от меня он все-таки старый пробники у меня были как старые такие новые я не могу сказать что это старый аромат как-то отличается от нового что тобой старый классный а новой какой-то хреновый по крайней мере и Поразительного отличия я не заметила. Что здесь еще есть по имбирь, кардамон и перец? Это, конечно, загнуло фрагрантика. Франжипани, жасмин, сандал, кашмиран, ваниль, глиотроп. Для меня это цветочно-тропический аромат. Очень яркий, очень красивый и с очень большим, толстым, огромным стержнем. Мне кажется, что этот аромат, его абсолютно не следует, просто смотря на ноты, вписывать в аромат очередной цветочно-фруктовый. Во-первых, он абсолютно не такой, во-вторых, он ужасно стойкий. По крайней мере, для меня он ужасно стойкий. Мне это очень нравится, потому что мне нравятся стойкие ароматы. Он стойкий, сладкий, яркий. Жасмин, франжипани и вот эти все сладкие ноты. Кокос. Кокос я тут слышу абсолютно точно. И несмотря на то, что кокос, я не помню, это верхние ноты или ноты сердца, но кокос со мной на протяжении всего времени. Вот прям всего времени. Если вы ищете кокосовый аромат, который был бы не просто такой, знаете, монококосик, и который не был бы химозный монококосик, типа как Ивроше. Я очень люблю марку Ивроше, но иногда у них ароматы просто от ас. Например, вот этот кокос, он, ну он такой химозненький у них. По крайней мере, то, что вот, то, что сейчас. Это благородный кокосовый аромат, притрушенный разными цветочками, фруктиками. Поэтому, если вы ищете именно кокосовый аромат, вкусный, хороший, но чтобы это не был просто монококос, и чтобы это не было, вот, знаете, вот у монокококосовых ароматов у них вот такой вот, еще такой вот этот ореховый жирный такой какой-то запах есть. Тут этого нет, то, мне кажется, вам следует обратить внимание именно на этот аромат. Мне он, еще раз повторяю, очень нравится. Я обязательно себе куплю, наконец-то, бутылку этого аромата, потому что он замечательный. Я не совсем согласна, ну, по крайней мере, на мое мнение, конечно, с этим названием Crystal Noir, потому что черный кристалл, когда мы говорим, там, черный, темный, это что-то должно быть более какое-то опьяняющее, дикое, сладкое, или, наоборот, какие-то почули, какие-то там, какой-то темный, очень восточный аромат. Я бы его назвала именно Bright Crystal, яркий кристалл, потому что этот аромат, он для меня яркий, для меня взрыв кокоса, цветочного, хорошего настроения. Наверное, это все. Все, что я хотела рассказать об этом аромате. Обязательно напишите мне, пожалуйста, во-первых, понравилось ли вам видео. Извиняюсь, что я отвлекалась, потому что меня там кто-нибудь ищет, или кто-нибудь что-нибудь спрашивает. Вот, надеюсь, вас не отвлекала моль, надеюсь, вам понравился мой рассказ об аромате. Если у вас он есть, напишите, пожалуйста, слышите ли вы явную разницу между старым ароматом и новым? Я, потому что, нет, вот, нравится ли вам этот аромат, согласны ли вы с фрагрантикой, что там написано, что это какой-то мужской ужасный и страшный аромашка. И, пожалуйста, Карера, напишите мне, пожалуйста, понравилось ли видео или нет, или мне его надо переснять. Но, в принципе, да, вот, мои мысли, они не зависят от локации. Если бы я это снимала где-то в другом месте, я бы сказала то же самое. Ну, единственное, что стоять, может, мне было бы удобнее, потому что я здесь немножко в наклоненном виде стою. Что еще сказать по поводу этого аромата? Не знаю, мне кажется, он классный, мне кажется, он интересный. И вот, мне кажется, в жару, ой, он вообще классный, в жару, по крайней мере, я так люблю так напшикать хорошо, никто никогда не сдох от него вокруг меня, все нормально, все спокойно, люди комплименты говорят, вот, да. То есть этот аромат, который действительно притягивает к себе комплименты. Вот, вот такое вот было видео, я пойду, и у меня, я, в принципе, с собой взяла еще несколько ароматов, я вам сейчас их покажу. Думала про них тоже снять видео, но сейчас я уже не успею, потому что они уже сейчас все переодеваются. Может быть, вечером или, может быть, завтра утром, потому что завтра утром у них тоже будет еще погружение, если не будет дождя, то я сниму. Вот такой вот аромат Саспенс от Ланчетти. Старенький ароматик, 93-го года, если я не ошибаюсь. И еще два аромата новых. Ну, они не новые, они 2016-го года, но дело в том, что в том магазине, который, мой магазин, любимый, единственный, куда я хожу за ароматами ниши, в него, вот, только недавно эти ароматы поступили. Вот эти два аромата, хотела вам о них рассказать. Это Pearl и Wood Orchid. Вот эти два. Тоже повыписывала все ноты. Вот сразу как-то они мне как-то не очень понравились. Я их немножко поносила, ни один, ни второй меня особо не впечатлили. А потом, ну, не знаю, не знаю, мне немного изменилось об одном из ароматов. Но об этом я вам уже расскажу... Расскажу, когда, когда буду снимать это видео. Да, лак у меня, лак у меня поздирался практически вот с этого ногтя, с этого, потому что тут ходишь, за камушек уцепился, там что-то еще и все, и все это задирается. Ладно, такое вот было видео. Спасибо всем за просмотр. Напишите мне, пожалуйста, то, о чем я просила. На этом все. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok